Здравствуйте, дорогие друзья! На библейский портал Экзегет пришел следующий вопрос. Можно ли во время Великого Поста читать Акафист? Большинство священнослужителей ответят вам, что нет. В принципе, они будут правы. Но не потому, что запрещено читать Акафисты. Нет такого запрета. А потому, что духу Поста, Великого Поста, больше соответствует Псалтирь. Потому я от себя тоже хочу посоветовать вам заменить Акафисты на чтение Псалтири, если вы ее не читали. Если у вас есть любимые святые или любимые иконы Престой Богородки, Перед которыми вы читали Акафисты, то замените их на каноны. Они более сдержаны по духу, практически всегда без исключения более глубоки по своему содержанию. Конечно, не всем святым вы можете найти канон, но, думаю, процентов 90 вы точно найдете. Не найдете канон, так найдете молитву. Не найдете молитву, читайте хотя бы тропарь. Ну, Псалтирь. Псалтирь – это наше все. Духовная жизнь – это как Пушкин. В любой ситуации он вполне заменит вам любой Акафист. Есть еще в Дни Великого Поста такой богослужебный день, который называется «Суббота Акафиста». Читается Акафист Престой Богородицы, самый первый из Акафистов, глубокий по своему содержанию, древний. По его образцу написаны, в принципе, все остальные другие Акафисты. Потому что если кто-то говорит, что в Великем Посту не читаются Акафисты никогда и ни при каком случае, то скажите, а как же вот целый богослужебный день так назван, «Суббота Акафисты, похвалы Богородицы». Ну, это другое, скажет он. Ну, нет, не другое. Это говорит о том, что в Акафисты можно читать в пост. Но в Акафисты мы все-таки стараемся быть более даже молитвенно-сдержаннее. У нас другие, другой мотив песнопений в будничные дни Великого Поста, сокрушенно-покаянные тексты. Поэтому вы любите провозглашать радость в Акафистах, светиться любовью и духовно-эмоциональностью. Будет несколько сдержанней в эти дни. Откройте Псалтири, найдите перевод на русский язык, будет понятнее читать. Амвросия, Тимврота, Архимандрита или Юнгерова, или Синодальный перевод. Есть отличный перевод некоторых псалмов, не всех, к сожалению, Аверенцева, Сергея. Пользуйтесь, пользуйтесь переводом, не бойтесь, молитва будет ваша услышана, в том числе и на русском языке. Может быть, даже лучше услышана, потому что, наконец-то, вы поймете, что вы читаете. Ведь молитва сильна не древностью слов и не переводом, а пониманием, сердечным чувством, которым вы наделяете эти слова. Так что не можете расстаться с Акафистом. Читайте на здоровье. Можете отложить и заменить на каноны и Псалтирь. Замените. Мне кажется, это будет предпочтительней. Но если вы читаете Акафист по соглашению с кем-нибудь и находитесь в некотором смятении, я хочу поменять на Псалтирь, но как же ж, я там разорву цепочку молитв. Поговорите с священником на приходе. Или с тем, кто вам благословил его читать, или с тем, кто не благословил и вообще был не в теме. Ты читаешь его как бы самовольно. Пусть вам что-то посоветуют с точки зрения своего духовного опыта. Аминь и Богу слава.